Книга «Открытым оком». Том 10. Тема «Промысел Божий». Вопрос 2377. Является ли беда и несчастье для человека гарантом Божьей милости и любви? Или это все-таки наказание Божие? То есть должен ли человек задуматься о своей жизни после перенесенного несчастья? Или достаточно сказать «Значит Бог меня любит»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В любом случае, даже если человек так ничему и не научился, пострадав достаточно для вразумления, это наказание есть Божия любовь. Притча 3.12. «Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Евреям 12.6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Евреям 12.11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным, через него доставляет мирный плод праведности». Бог ждет от своих лекарств наказаний достойного плода. Исайя 49.4. «А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Иеремия 2.30. «Батше поражал я детей ваших, они не приняли в разумление. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев». Наши уста, если даже сердце и не понимает наказания, должны в согласии со смирившимся сердцем благодарить Бога за наказание, за горькие лекарства. 1 Фессалоникийцам 5.18. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». «Как неразумно искать только сладкую пищу, так безумен тот, кто ждет и признает Божьими только дары его, приятные, а горькое лекарство не полагает во славу Творцу и Егове». Книга Иова 2.10. «Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Неприятная милость Божия сама по себе остается милостью, но тогда она еще более будет служить наказанию на суде последним, ибо лекарство было применено, а результат на исправление не воспоследствовал. Исайя 1.5. «Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Должен и задуматься, и сказать после, и во время наказания. Слава Богу за все!» «Слишком простодушен, когда в удушье ищет он отдушен. Лишь очертани Африки на взлобье вспухают при плебейской чьей-то злобе. Он ездит, но ему во всей вселенной, все страны, острова святой Елены. При полустукачах полуохране не помолиться одному во храме». Комсомольская правда, 14-12-95. Евгений Евтушенко. Горбачев в Оклахаме.